друзья всем привет с вами схема сборки сегодня у нас тирлы покрасил я этот хром ну хром как хром как я уже рассказывал на таких мелких деталях делать какую-то полировку может быть возможно но я не представляю как это делать красил долго нудно в окошко зимой замерз чуть не простыл поправился коньячком полегче смотрите машина вернее как машина кокпит стюарта у нас уже готов но я решил вам все-таки сборочку немного показать сегодня будем собирать кокпит севера и давайте не будем тянуть кота за хвост или будем пару слов сразу дико сложная конструкция очень сложная она еще не закончена тут еще будут трубки провода проводка общем целое дело можно из этой модели собирать шедевры но это очень сложно основной вопросами встал по поводу внедрения вот этой части в стеночки они все играют гуляют и как бы непонятно где там правильно где неправильно поэтому я слегка озадачен этим вопросом но куда деваться получилось и получилось честно говоря блин час мыть начну ну ладно давайте немножко по но и слишком я устал собирать модели ей весь год уже второй год собираю 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 усталость немного накапливается но я тем не менее не сдаюсь хоть мефистофель и уничтожил мою нервную систему тут еще вот эти тиры вы которые я думал будут легкими минут это дикое количество хрома конечно сильно усложняет задачу ладно давайте не будем больше мыть соберем волю в кулак и перейдем к делу и так как пить наших тирлов сидение я убираю здесь вот почему нельзя было все это собрать из-за вот этой подвески сначала нужно выкрасить и поставить ее в противном бы случае мы спокойно могли бы собрать как пить склеить его потом покрасить синим наклеить тут фольгу и было бы все замуча точно не получается так ребят вот он как пит стало здесь щель так и осталось все это происходит из-за того что там внизу нужно попасть в пазики птичкин кот как я буду это делать не знаю пока я тут забыл еще про одну вещь нужно вклеить для начала педальки знаете что я наверно сразу перейду к супер клею потому что вчера собирая кокпит стюарта я очень очень дофигища я помучился потому что все на держаться не очень хочет даже на супер клей сажалось не алешина так сажаем и фиксируем сразу том уже будем попадать сейчас мы соответственно вклеим кокпит внутрь процесс этот долгий нервный но он в принципе основной потому что все что происходит потом это уже такое наше любимое занятие хрустящие подвесочки длиц дотыкнуть не хочу даже вспоминать единственное что мне понравилось что с одной стороны вот здесь вот где-то дуга безопасности она очень хорошо встала очень хорошо но множество трабов возникло с радиатором во-первых его делать начал неправильно во вторых тут есть кое-какие моменты в причем сейчас я вам все это покажу прям на живую стала у нас педалька гораздо быстрее чем вчера я вообще планирую сегодня сделать все быстрее чем вчера и я сегодня не такой как вчера вчера я был вообще никакой так вот здесь мы все это додухиваем здесь вставляем и нужно как-то попадать в эти пазы вот впереди я в них попал они опять выскочили значит я предлагаю сразу супер клеем тут заливать это нафиг другому не получится надо было мне наверно сами эти отверстия проклеить супер клеем сейчас так и сделаю аккуратненько все прохожу и засаживаю туда куда надо и держу долго нужно держу на полу сопит собака по крыше стучит дождь в декабре дождь для наших краев это нормально так как дождь он то дождь то снег то снег то дождь и слушайте но я бы сразу и не знаю не вставлять что она мне просто воск видите она просто вся играет пошута стеночка шевелится тут я не знаю как соединять эту модель просто не знаю честно тихом шоке ладно давайте я поступлю как и вчера просто начну все это заливать супер клеем а то мы себе мозги сломаем затрахался и уже решать все эти непонятные задачи из-за того что кто-то где-то получает кучу денег за то что он инженер там разработчик как еще можно назвать этих нерадивых людей которые придумывают эти модели делают их а мы тут сидим с вами страдаем и этой как горилла марина хлебникова как-то так вот так держу чем мне это отваливалась по моему трижды еще не очень понятная вещь толкатели честно говоря я сильно с ними протупил на этой модели вот например подвеска не у толкатель оказался сверху я думал что он будет снизу и здесь почему такое происходит невнимательность очень внимательно нужно следить за этой моделью потому что вы видели тут огромный литник с хранированными деталями я это все поснимал но прикиньте все это каждую деталь промерить на модели на это уйдет будут годы поэтому я даже не стал там убирать толкатели вот оказалось что здесь на подвеске они смотрят прям вверх это не очень красиво не очень правильно с этим я уже смирился в некоторых местах такое происходит непонятно почему было выбране не сделать толкатели снизу так что у нас тут происходит нас тут происходит полная хрень вот тут бы пригодился рэвлов скина наклеить с носиком такой пистолетик хотя хрен бы он так сразу удержал то расползающуюся во все стороны деталь сейчас попробую все это доклеить действительно удивительная модель то ли она из старых от ebro вроде уже понятно что это не очень дешевая как бы тут модель не совсем бюджетная но сделано далеко не так качественно как как можно было этого ожидать надо было переднюю подвеску просто сделать вставной и этот вообще можно было как пит одной детали подавать ну или двумя но я бы их сразу склеил прошпаклевал бы вырезал бы все потом бы красил дать не судьба какой-нибудь японец так и сказал честь с этой моделью и и проектируя не судьба интересно как звучит по-японски не судьба не свить его он у нас держится пойду выпивали рианки и продолжим тут кое-что интересное дальше еще нужно приклеить я вот сейчас подумал самое главное сегодня это ничто не про и не проездить не промахать как я говорю потому что в спешке ну спешка весьма относительная я имею ввиду что собрав вчера долго методично мне на это ушло там часов 10 наверное как пит стюарта сегодня не торопиться в севере не быть излишне самоуверенным все делать спокойно и методично пока что зеркалка мне не очень позволяет это делать но скоро у нас будет камера и съемки надеюсь станут немножко другими как теперь мы клеим задние стеночки вчера не у меня хорошо встали на свое место я этому порадовался надеюсь сегодня не обломаюсь знаете всякое бывает кстати у нас с вами есть уникальная возможность сравнить две модели практически идентичные в плане косячков то есть одинаковые или косяки на этих моделях или не разные сейчас мы с вами это узнаем они одинаковые и плюсы моделях тоже одинаковые встает это стеночка вывыковает нам как говорил кто говорил я подзабыл вот теперь тебя люблю я вот теперь тебя хвалю я а мой додыр говорил точно современным детям неизвестно кто это такой но мы с вами дети поколения постарше поэтому знаем мой додыра почему дети потому что мы модельки собирали ладно ладно не дети мы моделисты это наше обе можем себя так оправдывать 5 2 стеночка вот с ней у меня вчера возникли вопросы похоже что они возникнут и сегодня она не входит ёпте она вообще не входит она не входит плотно но потом я посмотрел на оригинал и там та же фигня то есть вот эта штука она как бы просто прикручена здесь остается большая щель тут это плотности не нужно но вогнать то и все же надо хотя бы до приличного я честно говоря рискну снизу немножко и поклеить пушину мне как-то выскакивает почему я так смело действую изнутри по что все это будет закрыта на духа сиденьем остальными элементами так ну вот мы с вами собственно говоря приклеили задницу справились как мне кажется неплохо дальше мы переходим к переднице здесь у нас подождите ребят счет я не хочу я вот торопить лошадей я хочу что я хочу свериться со схемой да еще раз да а вот еще одна система которую я подзабыл для того чтобы у нас эта хрень не развалилась сейчас и не встала как-то криво тут если такая перегородочка она выполняет ту же самую роль которую выполняла настоящем болиде по идее и надо красить но я украсить вообще не буду потому что вижу там никакого смысла она будет в недрах глубоко в недрах нашего болида единственное что установка ее это такой легкий да даже не легкий геморр ну что ж слишком она плотненько входит вернее она не входит с одной стороны вошла со второй вошла но как-то кривенько вот так я сразу разопру чтобы она уже была тут соответственно я слегка повреждают свои эти уже не знаю как с этим бороться не буду же клеить фольгу уже после чем тут палка двух концах даже если вы это прокрасить и все равно вы это дико поцарапаете такая вот дилемма от эбро а еще один момент что у нас супер клей сегодня быстро сохнет сразу же можем сделать кое-что еще одна распорка который у нас существует вот этот алюминиевый тазик для складывания ног знаете когда гонка слишком горячие можно подвести туда холодную водичку и из радиатора и остужать ножки но я уже гоню ребят сами понимаете я вчера смотрел на оригинал еще обнаружил что там существовали либо существовали либо их добавили уже потом потому что эта модель активно не модель а сам болит активно используется в прокатных формальных вещах до сих пор существует такой есть у самого стюарта он изредка на нем участвует фестивале в гудвуде фестиваль скорость есть такой знаменитый и вот там мягкие подушки черного цвета присутствуют вместе где располагаются ноги пилота но в модели нам этих подушечек как-то не предлагается все ее как-то положила она просто лежит я не знаю приклеится и она явно уже чем наш кокпит ну все тут как-то не шатко не валко но в целом получается красоте не я не знаю для того чтобы все это подогнать опять же повторюсь может быть уже в сотый раз надо эту модель сначала склеивать потом пытаться разукрасить что абсолютно мне кажется нереальным ну да ладно продолжим следующая хитрая хитрость вот это решеточка на ней у нас бачки находятся рулевая тяга еще пару тяг и к ней собственно гря крепится радиатор ее нужно вгонять вот это пространство сейчас мы собственно гряете мы займемся кстати вот этот клей видел подорожал он уже там что-то в районе 75 рублей точно не помню но помню что я охренел от его цены я у нас тут ларечки покупал за 40 рублей за 45 это думал что это дорого потому что супер клей там обычно рублей 15 стоит но тот который стоит 15 он невообразимо хреновый моментально сохнет и вот это вот белая белый осадок остается которого боятся все моделисты нам это не надо поэтому я покупаю хороший клей так вот тут сразу оп-оп-оп-оп мы его так прислоняем и стараемся о эти как хорошо налегла в свои пазы сейчас мы сразу все это дело прижмем да второй раз конечно полегче собирать модель это надо учитывать что я собираю их одновременно поэтому какие-то ошибки тотальные я не могу их избежать а так бы принципе собрать одну модель потом сделать выводы и начинать собирать вторую вот это на правильный путь к созданию шедевра собственно говоря которому мы мелкими шажочками движемся но я еще раз напомню может быть кто-то видит нас впервые что я не создаю пока шедевр я только учусь моделизму за второй год и научусь собрана там штук 10 моделей но на каждой из них я испытываю что-то новое чуть-чуть прокачиваю скилл например на этой краска хром впервые появилась дорогая краска что еще тут нового да наверное больше ничего ну и хрома достаточно я с ним помучился это так и не постиг его философию будет постигать постепенно наверное все-таки есть понимание что хром для больших плоских поверхностей не можно все выровнять но и трубки смотрятся очень неплохо так-то на вид глаза замылены и кажется нифига такого но когда на фотографиях смотришь очень сильно отличается допустим тот цвет который я использовал для трубок раньше этот который использую сейчас в разы круче да это прям не прям хромированное покрытие но очень круто ребят очень круто так теперь вещь номер два и вот она почему номер два не знаю номер сто она очень сложно нам нужно насадить вот эти боковые решетки радиаторов радиатора вчера я допустил ошибку я сначала их приклеил к радиатору потом начал все это сюда пытаться вставить а еще еще у нас тут кое-что да давайте расскажу радиатору мы еще вернемся потому что нужно подвеска там нужно обрезать эти крепления дурацки грубо говоря но не становится значит первый косяк это то что толкатели опять же сделаны снаружи я был искренне уверен что они будут внутри закроются радиатором ни хрена второе то что она сюда элементарно не вставляется то есть она как бы немножко больше чем надо так вот если пытаться и ставить то просто упирается этот пенек я вчера эти пеньки на наконечниках просто отрезал то что нереально не лезет не лизы сегодня сделал то же самое но перед тем как я это сделаю покажу вам одну фиговинку значит вот здесь у нас впереди мы видим два крепежных отверстия в которые вставляется вот такая вот штучка крепящая балка грубо говоря первое что могу сказать она нихрена не вставляется то есть здесь есть отверстие якобы мы туда засаживаем и якобы она у так приклеивается и все у нас по красоте сегодня она решила ставится таки может нам их и засадить смотрите держится но для этого нам попробовать сначала вставить вторую все 2 тоже вставить вчера я их заменил здесь если вы увидите но вряд ли я воспользовался нашим чудодейственным средством гвоздиками цыганскими булавками отрезал их вставил смотрится по металлически смотрится очень и очень крутяло вот я сейчас и думаю а я даже не смогу этого сделать ребят то что одну из них я сломал да никогда снимал ее с литника она у меня хрусть и отвалилась поэтому вообще их не буду использовать я их конечно прокрасил там но вы сейчас не удивляйтесь вот это мне кажется даже круче потому что это доп сделаны своими руками он по-настоящему металлически выглядит а вот это все-таки прокрашена когда я буду делать это на макросъемке здесь все мои косички будут видны поэтому ну его нафиг я беру еще булавку мы сейчас с вами замутим настоящие металлические патрубки сюда но мне для этого нужны буку реза которые куда-то делись а это значит что есть повод еще глотнуть валерьяно чеки текст нашел я бокорезы валялись они под столом вспомнил что вчера их туда уронил порыве нервозным не стал даже поднимать так сегодня из-за этого потратил лишние минут десять на поиски перерывания всего чтобы их найти так готовы наши штуки теперь берем пинцетик на и на и пытаемся их вставить они сейчас скорее всего кажется либо длинными либо короткими но дни приобрести пинцет новый этот тамильский каш хороший но я так с ним грубо обращался что уже не держит них ли нам да не просто немножко длинноватый сейчас хотел уже расписать какой у меня глаз алмаз но еще бокореза тоже новые покупать надо тишкин кот долбаный моделизм пустит семью по миру я так смело эти штуки выстреливаю вы так не делаете ребят знаете почему потому что я один раз так их настрелялся когда клепки делал на мефистофеля потом хожу думаю блин чем не так ходить больненько а у меня в ноги все это повпивалась зараза а вот теперь они короткие представляете вот же я кретин попробую вторую сейчас хотел сделать так все быстро знаете показать вам вау смотрите не получилось так а теперь туда как то попасть на конкурсе пинцетов побеждают зубочистки откусанные зубочистки вообще крутые блин чуть-чуть она не хочет вот такая мозготня с этими моделями видите процесс сборки а сюда бах и встала бах и как говорится перри беру супер клей немножко и тут тут же заливаю и чтоб она у нас не выскакивала никуда если он даст белый осадок просто сверху пройдусь черной матовой краской все так ну теперь что нам нужно еще одного такая ладно вырежу это потом думал просто вставать выключать камеру нет и когда придет камеры можно было не вставать просто взять пик и и не переживать что там батарейка сядет и что так ну примерно все на глаз все на глаз ребятки а как боленько в палец выстрелила это херовина загинаем сравниваем она примерно такая же по длине зашибись торопись ку включил так надеюсь станет я скажу таки ой глаз алмаз ну ка ну ка ну ка ой глаз алмаз смотрите просто сделал просто вообще даже ничего не примеряем и сразу попал представляете какой уровень моделизма все готовы не знаю дать им посохнуть или сразу примерить подождите перед тем как примерить надо снять подвеску переднюю тут тоже не все так просто вот они наши хромированные подвесочки что могу сказать по хрому он слазит слазит за милую душу то есть как-то с ним работать дальше не вариант мало того что кто не знал сразу скажу что его нельзя покрывать лаком иначе вся блестючесть исчезнет ну насколько я знаю по крайней мере chrome от мистер color то будьте там писать что я вам что-то наврал в общем все в общем с ним очень аккуратно надо обращаться это создает много проблем вот здесь есть дырочки такие которые нужно это дело все вставить о вот тут я вам точно могу сказать что разница в двух одинаковых китах есть тут у меня в эту дырочку вставилась хорошо вчера я очень много нервов потратил чтобы у меня просто вошла эта подвеска туда сейчас не просто входит но и замечательно выходит в таком случае что я должен сделать я наверно должен ее приклеить д будет она мне выскакивать все время как ты иди сюда вот так мы ровненько выставляем примерим вторую тоже зашибись на модели стерта у меня получалось немножко хуже все это дело и еще меня сильно смутило вот если вам будет видно что верхнее крепление тормозного суппорта или как он там называется нижняя но на разных уровнях находится то есть как бы вот так под наклоном будет будут стоять сами тормоза я этого испугался подумал что сделал что-то не так но когда поставил все-таки сами тормоза получилось что довольно нормально и вообще вот эти модели семидесятых годов страдают вот этим не очень понятным сходом развалом как-то кривенько в современных моделях там прям ровно колеса стоят и уже этот сход развал там буквально достигается самими инженерами там крутится на миллиметрике здесь же все это как-то не знаю может быть потому что просто модели настолько сложные не могу объяснить ноту все подвески которые собирал на болидах семидесятых они вот такие деформированные в плоскостях скажем так ну что теперь перейдем к вот этой самой нервной части марлезонского балета я сразу их отрежу добраться нервы они дороже поверьте так один и второй примечательно что вся подвеска передняя держится вот на вот этом штырьки одном маленьком насколько это логично я думаю что не насколько это нелогично здесь надо было делать какое-то более мощное крепление и я имею ввиду сейчас не ребят из тирова которые эту модель создавали а компанию эбро вообще как-то она все тут не очень красиво становится будем пробовать сейчас может что-то хрустнуть ребят вы еще не купайтесь пусть я буду пугаться за вас не хочет она туда о вошла ребят она вошла чем и теперь как не и давайте ее просто аккуратненько сейчас супер клеем буду проливать кое-где кое-как тут надо еще так да меня вроде это устраивает вроде как польем здесь видно не будет закрепить надо надо закрепить хорошо то что еще раз повторюсь на вся передняя подвеска этот нижний треугольник держится вот на одной недоткнутой недоделанный как мне кажется детали ну и соответственно здесь тоже мы сейчас как-нибудь попытаемся это все жидкий клей туда проливать бесполезно потому что только растворить краску и все больше ничего не сделает ух слушайте второй раз прям приятнее когда ты понимаешь что происходит ты полностью владеешь процессом первый раз я конечно все это тыкивал перетыкивал прикиньте у меня еще здесь был приклеен уже радиатор но все это рассыпалась разваливалась соответственно появлялись нервы опа вот как это делается братцы и все представляете все никаких тебе о зато у меня ссылка вывалилась эта херота ладно я наверно плохо выражаюсь но те кто хоть раз жизни занимался моделизмом прекрасно понимают какие слова звучат у нас из уст даже самых интеллигентных людей к коим я себя кстати нести не могу что мне проще матернуться чем долго и нудно объяснять чего я хочу так а какая у нас была правильная какая неправильная минут это которая подлиннее шея и как мне сейчас туда вставлять не знаю как-то так она встала туда сейчас еще залью ну вот на данном этапе я думаю что стоит дать просохнуть все мы все эти конструкции мы тут слишком много всякого супер клея везде по наливали давайте я посмотрю куда можно налить его еще да все норм как пит у нас держится кстати еще одна тема которую я уже буду рассказывать в конце вот это вся веселая конструкция она не очень хорошо сочетается с передним антикрылом обтекательным я запарился вчера его одевать тут надо все это поправлять а еще надо учесть что сюда будут подходить трубки ох ё-моё показать вам не показать вот такие трубки будут каким-то макаром сюда вставляться вот тут снизу не очень еще понял как это будет все ну как то будет все таки вот так она будет да и приходить будет аж моё аж в этот самый жесть я не знаю как это соединять и потом самое страшное что все это надо будет закрыть антикрылом и поставить на полку понимаете меня всегда радует вот эта возня с внутрянкой которая ничем не заканчивается в итоге ну да ладно главное моделисту самому осознавать что он постарался сделал все как надо поэтому сетовать уж на эти вещи не будем в конце концов это модель и нужно знать что она проработана вся единственное что конечно с проводочка здесь я еще не решил там очень много проводов на оригинале вплоть до того что вот здесь вот крепится электронный блок на тех машинах о которых я вам говорил который используется сегодня они слегка доработаны здесь находится электронный блок куча проводов от него идет оригинальной машине такого по моему не было в машине 71 года но собственно говоря все растет все развивается но мы с вами что можем сделать пока у нас есть супер клей чтобы не тратить время попусту я вот здесь кстати оставил в бачке блю так думал так для веса пусть останется но он мне будет мешать зараза когда я соберусь вкручивать двигатель не знаю как я решу эту проблему здесь но тут я просто выбрал как вы видите я приклею сейчас сразу этот бачок нам понадобится на следующем этапе сборки сейчас когда все просохнет я поставлю радиатор и собственно говоря все дальше мы будем заниматься мелочами серия на нас сегодня длинная получится но роман барс писал с ними сборку да и так то я думаю вам интересно будет посмотреть уже как эта моделька собирается к тому же я видите пришел к такому кайфовому этапу моделизма когда я взял сначала все прокрасил все подготовил и теперь мы действительно как конструктор как пазл собираем да и все не тратя массу времени на какие-то доработки хотя все это будет но уже будет за кадром все пусть пока сохнет наша команда тирал и нам останется буквально вклеить радиатор и насадить луги какой-то страшный процесс тормозные диски а еще решетка а еще рулевая приборка ой-ёй-ёй-ёй-ёй короче не спешите расходиться так ребятки у нас тут кое-что просохло давайте попытаемся вставить радиаторную решетку гладиаторную она конечно не будет вставляться сразу твою мать она вообще сюда не лезет полезла вроде бы ой ой сломать бы не очень хочет наверное здесь я применю жидкий клей то что он чуть-чуть растворяет и краску и пластик может все стать намного легче может не стать ставите палка двух концах хотя все равно даже вот это мне кажется на первый взгляд проще чем то что я вытворял вчера пытаясь сидеть уже приклеенным радиатором он то в итоге у меня отвалился я спокойно все сделал сегодня я не стал утруждаться и отвалил его сразу так ладно грубым с одной стороны хорошо встал с другой подозреваю что нет догоняем добиваем вот как-то так и уже в таком состоянии сейчас попробую съесть супер клей чуть добавить сюда он уже высох этот супер клей так для надёги для себя можно сказать мне надо бы его ливануть то у нас не будет она она уже выскакивает держать еще и полчаса буду хотя бывали такие случаи чтобы полчаса приходится держать так возвращаемся на исходную в одном месте выскакивает все время именно это место надо подхватить подхватываем чуть-чуть подержим и наверное давайте посмотрел там сырье в общем длинноватая серия выходит да и смысла нет все это показывать все время так говорю один хрен показывают что я сделаю тут уже дальше не сложно приклею приборку приклею в эту самую как она называется дугу безопасности к ней очень сложно и нудно буду клеить две балочки и потом просто сиденье вставляется ну не очень просто правда там надо поковыряться после чего я возьму смывку и пройду во всех нужных местах смывочкой что касается вот этой зигзагообразной если вам ее видно штуковины я ее просто отдел даже не клеил почему да потому еще буду клеить трубки сюда поэтому с ней мы разберемся уже в конце и плюс я хочу добавить тормозные шланги черные они были шли соответственно от тормозов к бачкам так наверно будет виднее где-то здесь от тормозов они к бачкам шли ну и по по мозгу с проводкой поэтому тут еще знаете часов на 20 работы я все это сделал уже за кадром а подождите мы же хотели с вами надеть тормозные диски сейчас будет весело если не придумаешь сейчас будет то дамазные диски для начала нужно надеть рулевую балку чем одеть ее так чтобы толкатели оказались внизу а то на то я перепутал мне толкатель торчат это не очень приятная вещь только не гришу ты не пролезешь фух вот это я сейчас кекнул ребят ты если бы не пролезла тормозная балка поворотная верни на бы пришлось все это разбирать то что на той модели я уже с ней клеил сразу тут думать что я буду с ней клеить можно что потом вставить ну как оказалось можно на блин а тут она не очень пролазит сука сейчас чем-то выдернется еще не хотелось бы ох протолкнув пропихнул фух честно скажу было страшно что рискнем здоровьем одеваются они очень и очень хреново тут надо крутить вертеть болтать собрать кулак не только в волю но и все о по 1 отдел так теперь мы их отгибаем и вот так вот ногтиком давим 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 не как что-то там попыталась она вина на не пролазит туда вернее она начала пролазить и застряла попробую так влево-вправо по чуть-по-чуть пошла ребят на чуть-по-чуть а вот когда ты слышишь такое ты значит все пошло более-менее о все ух ободрал немножко красочку но уже зубочисткой подкрашу и теперь надо тут внизу выскочила вернуть все на свои места внизу сделать это тоже не просто вернул ну и соответственно потом одеть рулевую балку на это уже буду делать сейчас сейчас это буду делать сейчас давайте здесь тоже так попробуем сразу о тут получше входит а по что я ее подточил немножко о зашла родимая и теперь сюда как все гнется пипец за годы создания моделей так и не придумали как сделать поворотный механизм безопасным для моделистов чтоб у моделистов очка не сжималась вот если вам видно они стоят вот так немножко распёрты не знаю должно так быть или нет но дальше проталкивать некуда подвесочку так что будет так видимо так быть и должно ну и теперь мы соответственно берем рулевую балку и с ней вроде как немножко попроще должно быть но лишь немножко обольщаться не стоит с одной стороны отдел со второй видимо нужен будет вот надо докрутить это колесико так вот и сказать что колеса хорошо поворачиваться не скажешь и теперь видно что они еще и вот так стоят то есть вот так еще и вот так как это будет смотреться с одетыми колесами я не знаю но по технологии все сделано правильно сделано как надо поэтому ко мне какие могут быть претензии так но собственно говоря вот мы даже сделали больше чем хотели ляжет у нас сидушка ну смысл ребят буду просто клеить тут все в принципе понятно главное что мы начали сборку в следующей серии мы с вами займемся двигателем будем собирать его я один уже чуть-чуть под собрал но мне как всегда выскочила деталь которую я еще не делал а надо бы ее делать было в первую очередь это тяги от коробки передач непосредственно колесам буду их прокрашивать и тут хотелось бы сказать одну вещь ребят не надо пренебрегать различными оттенками черного все мы начинающие моделисты обычно берем кучу серых цветов там вот до сих пор я уже второй год экспериментируют пришел к хрому не этих серых там но вы сами знаете даже у томитом титаниум сильвер хром сильвер матовый сильвер чутка нет а вот с черным не знают у меня был баллон черной краски я и обычные красил потом купил аэрограф и начал красить из баночек расход по черной краски кстати дикий а потом пришел к тому что есть же матовая полуматовая разница огромная я вам ее уже показывал и это все видно может быть это не так видно на камере может быть не так видно на фотографиях даже но в живую разница большая в общем не стоит пренебрегать различными оттенками этого черного лучше не поскупитесь потратьтесь на все три вида черной краски она она бывает трех видов матовая полуматовая глянцевая ну еще там всякие металлики и прочие оттенки но вот эти три основных вида они вам понадобятся вот у меня смотрите полуматовая чисто черная глянцевая где-то там матовая валяется это улучшит ваш скилл поверьте мне мне очень нравится результат я тут правда немножко испачкал пигментом свою трубу но об этом следующей серии а на сегодня давайте завершать у нас с вами почти почти готовы монококи наших тиролов 002 и 003 по официальной версии эбро что я могу вам сказать ребят модели эти классные но и повозиться с ними приходится капиталистично тем более когда собираешь сразу две модельки ну схема сборки на той схема сборки чтобы оставить перед собой практически невыполнимые задачи если видите нас впервые обязательно подписывайтесь на канал не забудьте поставить лайк и давайте обсудим все увиденное в комментариях за сим на сегодня все моделируйте друзья моделируйте так чтобы даже делать две одинаковых модели они у вас получались разными и уникальными непременно все до встречи пока